Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новый телезионный проект «Прямой эфир с губернатором». Меня зовут Алексей Черемушкин и сегодня помогает его вести мне Наталья Буракова. Добрый день! Спасибо, Алексей. Здравствуйте. Я представляю с огромным удовольствием гостя в нашей студии, временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Олег Александрович, здравствуйте. Добрый день. И прежде чем мы начнем отвечать на вопросы наших телезрителей, вопрос к вам. Вы помните, как на прошлой программе, в конце программы Алексей передал вам огромную кипу вопросов, да, и вопросов было огромное количество, по-моему, около тысячи, да, Алексей? Да, вы их проанализировали? Удалось ли кому-то помочь? И все-таки, как вам кажется, может, многие вопросы можно решить на местах местным властям? Вы абсолютно правы. Огромное количество вопросов. Я сам не ожидал, что такой вал обращений придет во время прямого эфира и до его. Конечно, мы проанализировали все вопросы, разбили их по группам, направили их руководителям департамента профильных, чтобы они разобрались и подготовили ответы, которые помогли бы решить те вопросы, которые звучали в обращениях наших граждан, наших вологжан. К сожалению, огромное количество вопросов – это вопросы местного уровня, местного самоуправления. Такие, как благоустройство, содержание территорий, ремонты дорог между сельскими поселениями, колодцы, вода питьевая, вопросы, которые должны решаться здесь и сейчас на муниципальном уровне главами сельских поселений. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы муниципальная власть, которая непосредственно работает с людьми, она была более мобильна, более эффективна, мгновенно отвечала на вопросы и просьбы наших вологжан, реагировала на те задачи, которые ставит перед ними жизнь. И все-таки, раз уж так вышло, что обращаются к вами с локальными вопросами, хорошо, что наш телевизионный проект помогает, как ни крути, их решать. Хороший пример – ситуация в деревне Марково, Вологодского района, во время прошлого эфира, напомню, жители этой деревни подняли проблему с водой, очень плохое качество воды в этой деревне было, и в течение нескольких лет они с этим ничего не могли сделать, а после программы процесс пошел, насколько я понимаю. Необходимо было заменить систему подачи воды, очистить коммуникации инженерные. Что и было сделано. Было сделано переключение на другую скважину, где химический состав воды значительно более удовлетворяет санитарные требования. Была сделана очистка всех коммуникаций водонаполнительной станции, и на сегодняшний день вода другого качества уже подается в дома жителей. 31 числа будут готовы анализы по линии санитарных станций, и тогда мы примем решение, или мы оставляем эту скважину, или продолжаем двигаться дальше, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой. Что-то еще, какой-то конкретный пример из того, что поднималось у вас есть? Ну вот и во время предыдущей передачи, и накануне я был в Белозерском районе, церковь Ильи Пророка. Это памятник истории, 18 век, и, конечно, огромное количество жалоб, просьб, почему раскатали, разобрали, начали восстанавливать и бросили. Конечно, я в курсе этой проблемы. Мы совместно с Министерством культуры работаем над продолжением восстановления этого уникального памятника архитектуры, который находится на федеральном балансе. Почему были прекращены работы? Потому что экспертное сообщество, реставраторы, они выявили нарушение в ходе реставрационных работ. Это очень такая тонкая работа, которая не удовлетворила экспертное сообщество по линии Минкультуры. И сегодня мы приняли решение вместе с Министерством культуры о выделении 30 миллионов рублей с федерального бюджета на проведение и окончание реставрационных работ. Я уверен, что в конце года на Координационном совете Министерства культуры будет принято решение о выделении средств. И с 2015 года работы начнутся, и в 2015 году мы соберем уникальную церковь Ильи Пророка, и она будет еще одной жемчужиной на карте Волгодской области. Да, кстати, сегодня из Белозерска будет вопрос, но еще очень частый вопрос, который задавали нам телезрители и пишут, я знаю, и звонят на телеканалы, это электричка. Он волнует всех, и в том числе вот меня тоже. В том числе те, кто не ездит. Да, те, кто не ездит. Мы знаем вашу позицию, вы против сокращения маршрутов, но маршруты были сокращены. И вот насколько нам удалось поговорить с теми, кто есть, и вот я езжу до Вологда, Череповец, там огромное количество, вы знаете, дачных поселков на станциях, которые находятся туда, на самом деле сложно будет автобусом добраться. До Вожиги люди жалуются о том, что четыре вагона, они едут битком в тамбурах. Ну то есть такая не очень хорошая ситуация. Вообще, как развивается эта ситуация сегодня? Моя позиция неизменна. Я против реформы РЖД. Я против той концепции, которую утвердила правительственная комиссия. Я, наверное, единственный из губернаторов, который жестко выступал против принятой концепции. Считаю, что уничтожение пригородного сообщения нанесет непоправимый ущерб развитию территорий, снизит мобильность нашего населения. Но РЖД, государственная структура, они приняли такое решение и настойчиво его выполняют. Они пытаются сократить пригородное сообщение и оставляют только в том случае, если мы будем в полном объеме компенсировать выпадающие затраты, которые они считают, должны компенсировать регион. Я так не считаю. Это функционал перевозчика. И на сегодняшний день, основываясь на позиции РЖД, они нарушили контракт, который был подписан до конца этого года. Остановили электрички на Вожигу и на Череповец по одной паре. Было две пары, осталась одна пара. Невзирая на наши протесты. На сегодняшний день мы вводили в суд, в Ярославский суд, где базируется северная пригородная компания, на понуждение железнодорожников вернуть электрички и больше не останавливать пригородное сообщение до конца этого года. Суд состоится в конце этого месяца. По решению суда будут приняты меры. На сегодняшний день, что мы сделали для того, чтобы жители не пострадали или вышли из этой ситуации с минимальными потерями? Мы запустили автобусное сообщение, развесили объявление во всех населенных пунктах о графике движения автобусов по всем населенным пунктам, где есть возможность подъехать автомобильным транспортом. На сегодняшний день 95% проблем мы сняли. Транспорт работает. Будем надеяться, что железнодорожники не остановят больше ни одной электрички до конца этого года. Беру это на контроль. Олег Александрович, немножко проведите нас за кулиси, если можно. Так тяжело спорить с РЖД, что остальные губернаторы даже не рискуют? Нет, почему? Все губернаторы недовольны служительной ситуацией, особенно это касается северо-западного федерального округа. Мы и Псковская область заняли вот такую очень жесткую позицию и не компенсируем выпадающие затраты, потому что мы считаем их необоснованными. Остальные губернаторы сделали такой политический шаг, выделили от 10 до 50% выпадающих затрат из своего бюджета российским железным дорогам. И РЖД пошла им навстречу в связи с тем, что деньги в бюджетах нашлись и они не останавливают движение в тех регионах, где регионы пытаются компенсировать выпадающие затраты. Мы пошли другим путем. Мы рассчитываем экономически обоснованный тариф. Сейчас идет расчет пассажиропотока в пригородных поездах, которые курсируют на территории Вологодской области. Как только мы определим пассажиропоток, мы рассчитаем экономически обоснованный тариф. И начиная с 1 июля 2015 года, может быть на 1 рубль, на 2 рубля в соответствии с расчетами, мы увеличим тариф за одну 10-километровую зону. То есть мы выйдем на экономически обоснованный тариф и будем доказывать российским железным дорогам, что этот тариф расчетный, он экономически обоснован и не требует компенсации из региональных бюджетов. То есть этот спор с цифрами в руках очень доказательный. Совершенно верно. Сегодня у нас в студии виртуально находятся сотрудники областной администрации, ваша команда. Они с нами на связи в правительстве. Как вы нас слышите? Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышим вас прекрасно. С нами на связи Алексей Викторович Кожевников, заместитель губернатора. Алексей Викторович, пожалуйста, представьте коллег, кто с вами. Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, сегодня с нами руководители ключевых департаментов правительства Вологодской области. Здесь руководители сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, государственного заказа, информационной политики и информационных технологий, а также дорожной сферы. Начинаем работать, отвечать на вопросы. Если на прошлой неделе мы путешествовали по центральной части нашей области, то теперь мы отправляемся на запад. Сейчас как прогноз погоды. Примерно, да. И сегодня будут вопросы из Чагодочинского, из Тюженского, Бабаевского, Кадуйского, Белозерского и Шекснинского районов. А начинаем мы с самого дальнего, самого такого озерного края с легендами этого Тегорского района. Очень красивый район. Вы там часто бываете, наверное, с проблемами знакомы. Но давайте все-таки послушаем, какой вопрос. Здравствуйте, Олег Александрович. Меня зовут Сергей. Я родился в Тегорском районе. И, конечно, у нас главная проблема, это, как и во многих районах области, это, конечно, дороги. Конечно, работа в этом плане ведется. Это мы видим по трассе Волода-Медвежьегорск, особенно после того, когда она приобрела статус федерального значения. Но, тем не менее, меня, как и многих вытегоров, интересует вопрос участка дороги Вытегра-Санкт-Петербург. Потому что и простых обывателей, и в особенности предпринимателей интересует тот момент, когда она будет отремонтирована. Потому что многие перевозчики отказываются поставлять различные товары в город именно из-за того, что этот участок находится в аварийном состоянии. Вот мой вопрос, когда данный участок будет отремонтирован. На самом деле, для Вытегорского вообще по дорогам много обращений. Мы в этом убедимся еще в течение программы. Но для Вытегра это прям номер один. Ну, там ужасный участок дороги. Это, на самом деле, мы видели своими глазами все. Вы правы. И очень часто, бывая в Вытегорском районе, я знаком с проблемами района. И проблема номер один – это, конечно, дорога на Санкт-Петербург, до Ладейного поля. И я понимаю, что Вытегорский район – это очень экономически развитый район на северо-западе Вологодской области. Район на границе трех регионов Российской Федерации, из которого проходят транзитные сообщения от Урала до Санкт-Петербурга. И очень важно, чтобы транспортные артерии, по которым идет основной грузопоток, были отремонтированы. Это еще очень важно и для лесопромышленного комплекса на севере Вологодской области, потому что большие лесные запасы, вывести их невозможно, потому что нет дорог. На сегодняшний день мы приняли решение начать реализацию проекта по строительству дороги от Вытигры до Казакова. Это более 50 километров. Из них проектно-сминтная документация готова на 17 километров. И мы в конце июля, где-то 30-31, объявляем конкурс на реализацию первого этапа. Это ремонт первых пяти километров от Вытигры до Казакова около шести километров. Объем инвестиций 725 миллионов рублей. Начинаем работу уже с этого года. Надеюсь на то, что подрядные организации, генподрядные организации, которые выведут конкурс, будет качественно выполнять свою работу. И, конечно, Вытигры заметят это, как только начнутся работы. Мы дорогу обязаны сделать до 18-го года. Понятен. Ответ. Итак, вопрос из Бабаевского района. Уважаемый Олег Александрович, меня зовут Леонид Вересов. Я бы хотел задать Вам вопрос от имени молодежи нашего Бабаевского района. Во многих сельских поселениях у нас до сих пор нет мобильной связи, несмотря на то, что на дворе уже 21 век. И это не только отдаленные сельские поселения, но и даже ближние. Такие, как Верхневольское сельское поселение, Тороповское. И нет не только мобильной связи. Не только мобильной связи, но и проблемы с интернетом. В такой деревне, как Тимошкино, которая находится в 18 километрах от Бабаева, Володинского сельского поселения, также нет интернета. Можно ли как-то решить этот вопрос? Вот такой вопрос очень актуален. Вопрос очень актуален не только в Бабаевском районе, а, пожалуй, во всех отдаленных сельских населенных пунктах, которые находятся на территории нашей необъятной Вологодской области. Хочу сказать, что территория нашей области 144 тысячи квадратных километров. Средняя плотность населения на один квадратный километр составляет 8 человек. И понятно, что есть отдаленные населенные пункты, где связь неустойчива, а в некоторых нет вообще. Это населенные пункты, где проживают менее 200 человек в деревнях. Поэтому до 2020 года мы должны запустить проект по обеспечению устойчивой сотовой связью и покрытие зоны интернет для 95% населения нашей Вологодской области. Для этого необходимо реализовать масштабную программу. И во всех сельских населенных пунктах, где живет более 250 человек, должен быть устойчивый интернет. Вот как это добиться, я хотел бы передать слово в студию и предоставить слово Никуличу Андрею Анатольевичу, председателю комитета информационной технологии. Пожалуйста. Здравствуйте, Олег Александрович, здравствуйте, уважаемые заявители. Да, проблема на самом деле существует, она известна. Территория области огромная, рельеф сложный, лесистость большая. С этой проблемой мы решаем, разбираемся несколькими путями. Все операторы сотовой связи, в том числе стационарной связи, у нас федеральные операторы, поэтому не всегда просто решить проблемы. Однако мы с ними взаимодействуем, договариваемся, подписываем соглашение о сотрудничестве, определяем планы развития. В этом году мы вошли в федеральную программу по развитию широкополосного доступа и в 156 населенных пунктах с населением от 250 человек уже в этом году начнем устанавливать оборудование широкополосного доступа к интернету. Обсуждаем варианты совместного использования высотных сооружений оператора сотовой связи, рассматриваем варианты совместного развития и реализации проектов в связи. А по данным конкретным населенным пунктам, я предлагаю, Александр, я свяжусь и разберусь точечно. Да, мы обязаны выполнить те обещания, которые сегодня озвучили жителям. Мы обязаны обеспечить 95% населения Вологодской области устойчивой связью и будем полномерно двигаться для достижения этой цели. А мы возьмем на себя контроль, позвоним Бабаевцам и спросим, разобрались ли точечно. Причем на сотовый телефон. Ладно, а теперь перемещаемся. Мы тоже очень красивый район, это Белозерский район. Давайте послушаем, что волнует людей там. Меня зовут Конов Евгений Вячеславович. Я являюсь заместителем генерального директора ООО Белозерский респромхоз. Из Нижней Монда мы свою товарную продукцию реализуем с помощью автотранспорта. Дорога, которую начали строить в 2012 году, в 2013 году строительство было остановлено. Хочется задать вопрос, будет ли продолжено строительство этой дороги. И когда, так как дорога нужна и как населению, так и производству. Спасибо, видите, бизнес бьет тревогу. Вроде бы не отдаленный уголок. Есть предприятие, которому надо вывозить свою продукцию. Это дорога Нижняя Мондома-Белозерск. Речь идет об этой дороге. В Белозерске я был не один раз. Проблему эту знаю. Мы приняли решение и построили первые 9 километров этой дороги. На сегодняшний день я бы хотел передать слово в нашу студию, в ситуационный центр губернатора. И задать вопрос Гузилову Николаю Павловичу, заместитель начальника департамента дорожного хозяйства. Какие планы по продолжению капитального ремонта дороги на Мондома? Уважаемый Олег Александрович, да, проблема существует. 9 километров из 20 соединяющих населенный пункт Нижняя Мондома нужно закончить капитальным ремонтом. То есть необходимо включить в капитальный ремонт продолжение. Очень много жалоб. Я согласен с заявлением. И при формировании бюджета на 15-16 и плановый период 16-17 годы мы включим капитальный ремонт этого участка дороги. Хочу сказать, что и по направлениям строительства, и по капитальному ремонту у нас все направления обсуждаются на общественном совете при дорожном фонде. И, конечно же, экспертная оценка будет уже, так сказать, определяться, в каком направлении нам двигаться. Здесь я бы считал, что нам надо решить эту проблему. Ну, я хотел бы прокомментировать слова Николая Павловича. Вологодская область 26 тысяч километров протяженной дорожной сети. Это огромное пространство. Это большое количество дорог. Из них, к великому сожалению, большая часть это грунтовые дороги. И на сегодняшний день мы приняли для себя основное правило при формировании дорожного фонда. Мы должны, в первую очередь, отремонтировать те дороги, которые наиболее загружены и которыми пользуется большинство населения Вологодской области. То есть мы должны, 80% населения должны передвигаться по хорошим дорогам. Это первый этап. Второй этап. Мы будем двигаться по тем, те дороги, которые менее загружены и менее востребованы бизнесом. И поэтому, конечно, я попросил бы Департамент дорожного хозяйства на общественном совете при проектировании бюджета на 2015, 2016, 2017 год учесть эти критерии по отбору дорог, которые будут подвергнуты капитальному ремонту и строительству в среднесрочной перспективе. Олег Александрович, с этого года в Вологодской области работают муниципальные дорожные фонды. Я в двух словах телезрителям объясню, как они наполняются. Часть – это акцизы на бензин, часть акцизов на бензин. Сумма запланирована в этом году 325,5 миллионов рублей. И вторая часть – это субсидии из областного бюджета, почти полмиллиарда 499 миллионов. Могут по их решению формировать фонды, выделять собственные средства из налоговых и неналоговых преступлений, и сами муниципалитеты. Но подозреваю, что возможности у них не очень большие в этом плане. И вот мы посмотрели раскладку по муниципалитетам. По отдельным поселениям запланированная вот эта сумма на год, ну, смешная. То есть, это там несколько десятков тысяч рублей, на эти деньги даже ремонт начать невозможно. Соответственно, вот не могли бы вы объяснить, не расходится ли вот эта концепция муниципальных дорожных фондов с тем, что вы только что сейчас сказали, потому что, ну, вот кажется, на первый взгляд, что это такое размазывание тонким слоем. Вы знаете, мы все равно двигаемся вперед. В прошлом году муниципальных дорожных фондов не было вообще. Был федеральный дорожный фонд, и федеральные дороги ремонтируются, вы это видите. Несколько лет назад мы создали региональный дорожный фонд, и его объем 4,5 миллиарда рублей. И вы видите, что региональные дороги активно ремонтируются. Сейчас практически невозможно проехать ни по одной региональной федеральной дороге, не увидев строительную технику. И с 1 января этого, 2014 года, мы создали муниципальные дорожные фонды. И вы только что озвучили цифру, она абсолютно правильна. Это около 1 миллиарда рублей муниципальные дорожные фонды. Может быть, это и небольшие деньги. Но это начало пути. Этот миллиард весь пойдет на межпоселковые дороги, на ремонт уличной дорожной сети. Это те деньги, которым будет распоряжаться сам муниципалитет. И он будет направлять эти деньги туда, где это необходимо. Не Вологда, не правительство Вологодской области, а само муниципальное образование. Хоть и небольшие деньги, но в каждом муниципальном районе, если все зависит от протяженности дорожной сети, это от 10 миллионов рублей и до 250 в наших крупных городах, Вологда и Череповец. Поэтому это большие деньги. И я думаю, что эти деньги будут эффективно использованы на ремонт дорог. Я хотел бы сегодня обратиться к главу муниципальных образований, взять на особый контроль распределение муниципальных дорожных фондов и ремонтировать те участки дорог, которые наиболее востребованы и наиболее загружены. Спасибо за ответ. У нас реклама. У нас реклама. Увидимся. У нас реклама.